На проходной московского коксогазового завода не встретишь людей с футляром от скрипки или мольбертом. Но это вовсе не значит, что здесь работают люди далекие от творчества. Казалось бы, завод не лучшее место для малых архитектурных форм. Но Сергей Пономаренко смело разрушает эти стереотипы. В прошлом резчик по дереву он решил привнести творчество и в заводской быт, создав эти необычные фигуры. Занимался этим раньше. Ну и захотелось цехи сделать на производстве, чтобы люди как бы так обращали внимание, они вдохновлялись. Хищный паук, раскинувший паутину на одной из конструкций, только издалека кажется грозным. Вблизи он оказывается довольно милым и симпатичным существом. При выборе тематики архитектор руководствуется нехитрыми правилами. Почти как в песне. Он его слепил из того, что было. Чего есть, вот с этого как бы и планируем делать. Проволока, вата, ну шлаковата такая она специальная. Каркас сделан из проволочки, тоненькой проволочки. Вот. А вовнутрь набивалось вот это шлаковато. Красили. На рабочем месте у Сергея горячо в буквальном смысле этого слова. Он машинист выталкивателя в коксовом цехе. Температура в печи около тысячи градусов. С помощью небольших рычагов он словно играючи управляется с многотонной махиной. Но это кажущаяся легкость. Каждое движение выверено и довезено до автоматизма. Коллеги начальства ценят и уважают. Он у нас не только занимается таким прикладным творчеством, он у нас еще и спортсмен. Спортсмен не просто. Он капитан сборной нашего цеха по футболу. Он также увлекается автомобильным спортом, автомобильной техникой. Экзотическая птица имеет куда менее агрессивный вид, чем паук. Она также сделана из подручных средств – проволоки и веток. Арт-объекты возводились довольно длительное время, но это потому, что делалось все исключительно во внерабочее время. По времени у нас, конечно, здесь все ограничено. Ну, в течение полутора-двух месяцев вот так вот. То есть, по частям. То есть, есть время там свободное. До работы там, ну, грубо говоря, там минут сорок есть, как бы такая у нас. Ну, и во время работы тоже у нас там есть остановки там цикличные всякие. Ну, это произойдет. Эти две фигуры – только начало. В работе находятся еще несколько объектов. Причем один из них также собирается на территории завода. Но посвящать журналистов в таинство создания фигуры Сергей отказался. Есть идея хорошая такая. Она, ну, производственная тематика такая. Ну, а что поделиться, если с ним? Ну, пока не могу. Но журналисты народ упрямый, и мы решили все же убедить Сергея показать новую фигуру. Едем к мастеру в гараж. Беспорядок здесь только кажущийся. Идет работа еще над одной скульптурой. Это тоже поделочка. Вот, это чисто для моих знакомых попросили на даче поставить. Будет кот. Каркас будет обтянут металлической сеткой, а та, в свою очередь, покрыта лаком с металлической крошкой. Но мы все пытались выведать у Сергея, что же за фигура появится на заводе. И он сдался. Достал телефон и показал новую скульптуру. Бэмс. Ого. Ого. То есть это три метра ростом, ну, грубо говоря, да? Каркас. Ну, он огромный, реально огромный. Внутри будет, как бы, это, ну, производственная тематика. Будет кокс находиться. Кокс, в котором мы выпускаем продукцию. Вот так вот придумал я. В планах у нашего героя построить собственную мастерскую и заняться изготовлением таких скульптур уже на постоянной основе. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Михаил Решетов, Ольга Садовская.